ну что всем привет с вами буби и сегодня перед тем как вы будете смотреть мой влог я хотела показать вам покупочки которые делала оффлайн это те вещи которые покупала по физических магазинах кое-что в принципе можно найти я думаю онлайн и если найду ссылочки я обязательно их вам оставлю я просто хотела показать те покупочки на весну которые я уже сделала и которым я безумно рада начнем наверно с чего то вещь которую вы точно найдете онлайн эта сумочка от жени бычковского я от нее в полном восторге просто она выглядит вот таким вот образом это мой любимый самый приятный коричневый цвет который может только придумать он такой богатый очень достойно выглядящий мне нравится здесь защелочка она открывается как в старых портфелях я помню дедушки моего был такой портфель и открывается вот таким образом клапан внутри у нас есть несколько отделений один кармашек поменьше другой кармашек побольше и еще что мне нравится больше всего во первых то что здесь есть рубочка а это значит что я смогу носить эту сумку в руки если вдруг мне захочется но самая интересная фишка этой сумки это ремешок на которой в общем то и написано бычковский выглядит очень очень классно единственное что она если носить ее через плечо на дне на уровне бедер а чуть ближе к груди но это в принципе не так для меня сильно принципиально важно самое главное что сюда помещается мой кошелек мой телефон а это самое главное дальше идем еще одна сумка которую я покупала уже в сумме в минске и это наверное самая дешевая сумка которые когда-либо вообще покупала за исключением тех которые заказывала с алиэкспресс мне нравится в ней что у нее достаточно длинный ремешок которые регулируются во первых здесь есть ручка и это моя повседневная сумка которая постоянно у меня используется которую не жалко я специально покупала такую дешевую достаточно сумку которую можно будет искать я постоянно на ежедневной основе и не переживать что она испортится сюда помещается кошелек ежедневник паспорта моя камера все ключи все телефоны и еще даже останется место на какие-нибудь важные салфетки помаду гигиеническая помада ручка санитайзер это только в маленьком кармашке ключи от машины обычно в этом кармашке у меня лежат мои телефоны но в большом отделении уже сейчас лежат паспорта кошелек в общем я этой сумкой очень очень довольна покупала я рублей за 60 лет это около 30 долларов 30 долларов это как в принципе не так чтобы дешево если мы допустим сравниваем всеми же сумками с алиэкспресс за 30 долларов можно классную сумку нам купить но для беларуси это ценные такие очень небольшие следующее что хотела показать это любовь моя просто неземная во первых это вторая пара моих гольф у меня еще есть в сером цвете вот в этом видео они на мне надеты сверху на колготки здесь и в составе достаточно много шерсти они супер теплые и когда мне хочется утеплить свои ножки я их надеваю это брестские гольфы и вообще обожаю обрезки и носки и гольфы потому что они ну максимально натурально насколько это можно и плюс на зиму я купила себе наверно пар 8 носков именно шерстяных потому что у меня жутко мерзнут ноги и мне всегда их нужно утеплять следующая вещь которую я купила совсем недавно в марк форме это платье а вот такого приятного цвета кофе с молоком я не знаю почему но мне последнее время ну прям вообще меня претно вот все такие нюдовые оттенки цвет camel молочный цвет или такой вот цвет кофе с молоком и мне кажется что эти оттенки между собой вообще очень очень хорошо сочетаются это платье скорее всего на весну на такую раннюю весну и мне нравится что здесь трикотаж очень плотный а это значит что он будет немножко собирать фигуру и не будет подчеркивать какие-то недостатки платье которое я как только увидела я сразу поняла что это платье даже это не платье сарафан эта вещь должна быть моя это сарафан из эко-кожи черного цвета и он идеально подойдет под водолазку под плотные колготки под достаточно грубые ботинки и я уже жду не дождусь когда я смогу надеть этот сарафан дело в том что это все таки эко-кожа и она без подкладки поэтому сейчас мне если честно немножко холодновато в нем ходить поэтому я оставлю его немножко на попозже когда уже будет потеплее когда можно будет расслабиться и не париться о том что где-то задувает где-то холодно у нас кстати там экскаватор роет колодцы для канализации поэтому если будет какой-то шум не обращайте внимание еще одна вещь это подарок от моей мамы на новый год правда это сейчас добралась до того чтобы его показать это пальто это пальто от электро если вижу что нибудь качестве на самом деле очень классная по качеству и мне это совсем не жалко этим поделиться с другими людьми это плотное серое пальто на подкладке здесь еще к нему идет пояс который я не ношу потому что если надевать пояс сверху на пальто это больше похоже на халат и как-то это не очень нравится и что мне нравится она длинная она ниже колена и на погоду когда холодно но не морозно и ветрено это просто идеальный вариант потому что пальто длинная нигде не задувает ветер кань сама тоже очень плотная и теплая здесь скорее всего в составе есть шерсть потому что даже ощущаю что она такая немножко колючеватая но для верхней одежды это нормально очень довольна я этим пальто и если у вас будет возможность такое найти именно в таком варианте купите вы точно не пожалеете ну и последнее что хотела вам сегодня показать это вот такие ботиночки и ботиночки от марка и это еще один предмет гордости потому что это тоже наше белорусское производство это просто идеальные ботинки в стиле милитари это те ботинки которые смотрятся во первых не громоздко они не смотрятся как копыта и в то же самое время это именно тот стиль милитари который добавляет изюминку в образ во первых здесь клепочки вот с этой стороны вот клепочки здесь здесь металлическая фурнитура с этой стороны замок сказать что я рада это просто ничего не сказать для меня это идеально пара обуви и даже сейчас я иногда хожу в этих ботинках просто надеваю шерстяные гольфы и мне вообще не холодно ну что ж это пока что все покупочки которыми мне хотелось с вами поделиться сделаны именно оффлайн я буду очень рада если кому-то это видео кажется полезным все что я смогу найти все ссылочки я оставлю в описании поэтому обязательно туда заглядывайте но если у вас есть свободное время и желание продолжать смотреть этот влог дальше доброе утро нам привезли песок сказали что здесь 20 тонн песка я не могу сказать наверняка так это или нет здесь шутить я точно определенно не буду но уже в песочнице у нас огромное есть главное чтобы соседские коты сюда не ходили справлять нужду не на так мы сегодня едем в минск мама сегодня коррекция бровей у меня вельве для ресниц а еще много разных дел полезных поделок а кстати да надо еще купить ткань для моего комбинезона что мне сказали что хватит уже в домашней одежде делать свои диайвайки нужно все мыть более приличное на себя надевать так что будем покупать ткань специально для моего рабочего комбинезона возьму вас с собой будете вместе со мной выбирать хотя выберу то я но вы увидите что я буду выбирать дыхали хорошо без происшествий сейчас поедем по делам я по весеннему сегодня одета на улице 7 градусов сейчас за нами приедет uber и мы поедем покупать книгу учета доходов и расходов для моего и по дела взрослые пришли магазин тканей камуфляжа только вот этот вот и цена за метр ну как-то кусается если особенно нужно 10 метров ну тут очень большой магазин вообще два этажа а еще есть вниз возможно спуститься и там тоже там по лестничке и там еще есть ткани мы уже туда не пойдем потому что нам сказали что нам искать здесь как бы принципе ничего выбираюсь в пижамку зашла больше есть такая пижамка интересно она с маленькими звездочками месяцами когда делаю так у меня здесь в груди немножко тесновато но в целом мне очень нравится как она выглядит это я в колготках нравится как она выглядит она смотрится кстати очень очень интересно красивенько так и сейчас еще один вверх померю и буду выбирать уже которую я буду брать которую нет а это серенький вариант он идет и блёсточками вот такими приятными и он уже не из вискозы это трикотаж то есть она тянется мне принципе не даже комфортно поэтому наверное скорее всего возьму и она смотрится тоже очень интересно в данному и тут до сих пор еще не убрали инсталляцию гнил святого валентина вон там на месяц парочка раскачивается еще облачка и вон там ангелочки летают прикольно пока ждем губер покажу что мы купили во первых мы все-таки купили ткань для формы но она выглядит конечно интересно тут по моему камыши мне главное чтобы она была пятнистая такая рябая потому что для работы это самое оно в пекарни фоль мы купили всякой разной выпечки кстати моим любимым магазине карамель они обычно располагаются в подземных переходах метро мы купили всяких разных вкусностей во первых мой любимый фруктовый чай это орешки которые мы едим всей семьей они в глазури разными вкусами с разными вкусами но не солененькие и много разных пирожных сейчас отправимся за малышкой или домой не могла не показать эту вкусноту мы короче купили кусочек черничного пирога и ягодного а еще здесь у нас сырные палочки здесь у нас тоже что-то очень вкусно похоже на улиточку это у нас хлебушек с чесноком из зеленью а это любимый луковый хлебушек он очень хрусткий снаружи а внутри мягкий мягкими гусенький доброе утро я сегодня еле проснулась я не знаю почему до сегодня спалось мне очень очень плохо у нас сегодня очень важных много много тел потому что нам сегодня придут делать скважину у нас на участке надо штаники подвязать а то они из меня свалятся вот пойду покушаю алиска сейчас уже завтракает а мы с вами видимся наверное уже в процессе когда будут нам пробуривать скважину кстати кто помнит эту корзинку мы с вами и делали на основном канале сейчас пока что но у меня стоит под столом и там у нее корзина для грязного белья а бумагу которая здесь у меня лежала стояла я сейчас покажу куда я положила у меня здесь раньше лежали сумки подкрывать и а сейчас там спрятались и рулоны с упаковочной бумагой с самоклейкой мне кажется это очень удобно а все сумки уже в другом месте вот сколько стоила пижамка в целом 54.99 за верх и 69.99 за низ 120 рублей за весь комплект это примерно около 60 долларов но мне понравилась она по качеству там был еще один вариант пижама она вискозная была но не очень удобная поэтому я взяла серенькую куча посылок у меня ждет моей распаковочки и еще купила лук сивок будем садить лук у нас лук вообще уходит очень быстро почему-то потому что жареную картошечку с лучком там или грибочки с луком так что будем в этом году наверно садить много лука и 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 Если честно, очень переживала, что вообще у нас воды не будет, потому что у некоторых вон бывает 45 метров, они в глубину ходят, и воды нету. Я, короче, сейчас поеду. Нужно денежки поменять за само обурение скважины. Получилось около 1000 белорусских рублей, это где-то 500 долларов. Многовато, конечно. Пришло время распаковать наши посылочки. Посмотрим, что пришло. Так, это от Xiaomi. Скорее всего, это кардхолдер. Сейчас мы его с вами проверим. Я взяла 6 карт. Сейчас мы их поместим внутрь, и посмотрим, как эта штука работает. Так, теперь нажимаем. Ага, вот как. Нажимаю на этот рычажок, и они вот так вот в разном порядке выскакивают. Она намного меньше занимает место в сумочке. И если нужна только карточка, то этого, в принципе, достаточно. Следующая посылочка. Ага, все ясно. О боже мой, на огромную какую-то грудь. Короче, это наклейки одноразовые на грудь. Они идут по две штуки. У меня здесь их пять. Посмотрим. Следующая посылочка. Во-первых, вот эта штука специально для того, чтобы фиксировать провода. Сейчас свои провода я фиксирую такими вот проволочками. Они обычно идут с какими-нибудь гаджетами, и именно в упаковке фиксируются такими проводами. Ну, все. Но для тех, кто не хочет так сильно заморачиваться. Можно вот такую штуку накупить. Это такие липучки. Отрезаешь необходимое тебе количество. Даже отрываешь, потому что здесь есть такая штука отрывная. Ну, лучше, конечно, отрезать. И провода закручиваются в моточек, и фиксируются потом вот такими липучками. Мне кажется, это суперудобно. Стоит совсем недорого. Ну, и то, что я ждала очень-очень давно уже. Думала, не дойдет до меня эта штука для того, чтобы сушить обувь. Они нагреваются. Правда, здесь у меня, как всегда, короче, вилка не подходит. Переходника в упаковке нет. Здесь есть возможность регулировать температуру. 3H, 6H и 9H. Я пока что не смогу протестировать, потому что у меня нет переходника. Но я обязательно расскажу вам, как он в деле. Я теперь всегда, когда что-то заказываю с Алиэкспресс, пользуюсь кэшбэк-сервисом SmartySell. У него очень удобное расширение. Каждый раз, когда я захожу на Алиэкспресс, оно мне напоминает о том, чтобы я активировала кэшбэк. И я уже за все время вывела больше 50 долларов. И это очень удобно, потому что ты тратишь деньги, тебе еще часть возвращается обратно. Ссылочку на кэшбэк я оставлю в описании. Обязательно заглядывайте, а мне уже звонят. Еще одна посылочка. У нас здесь две части. Они соединяются. Скорее всего, это внутрь нужно еще засунуть. И когда подносишь руку вот так вот к этому дозатору, он тебе пену выдавливает прямо на ладошку. Мне кажется, это очень интересно и очень-очень удобно. Такая понятная инструкция. Все на розыском написано. Ага, конечно, ничего не понятно. Но я очень надеюсь, что я смогу разобраться более или менее. Ну и последняя посылочка на сегодня. Что ж она не вытаскивается, моя дорогая? Так, вот две вот такие металлические черные части. Черная матовая полочка для нашего нового санузла. Они, кстати, очень хорошо упакованы. Здесь даже есть крепление специально для того, чтобы соединять между собой все эти детали. Я очень надеюсь, что она соберется у меня в нормальную конструкцию. И она потом будет у нас подвешиваться. Около самой ванны, в принципе. Там, где нужно поставить все бутылечки, все какие-то бальзамчики, шампуньки. А вот это были пока все покупочки. Увидимся с вами чуть-чуть позже. Подъехали кольца для канализации. Короче говоря, судя по всему, они в течение одного-двух дней все сделают мне. Ну это же круто! На следующее утро. Доброе утро! Короче говоря, у нас тут уже все полным ходом. На участке поставили два колодца. Их пока прикрыли. Один пленка, один тоже закрыли, чтобы если что, чтобы не промерзала сильно земля. А сейчас я еду за цветами. И кое-что нужно купить еще для проекта на 8 марта. Оставляю работников сейчас дома. Они делают выводы под канализацию. То есть от стиралки, от унитаза, от раковины, от ванны нужно сделать вывод, чтобы туда вода стекала потом и проходила в канализацию. Вот в эти колодцы, которые я вам только что показывала. Короче говоря, у нас все это вместе. Канализация вместе с внутренними работами по выкладке вот этих вот стоков для канализационных вод. Получилось 1700 белорусских рублей. Это где-то около 800 долларов. Да, короче, ремонт это такое дело очень накладное. Но это делается надолго. Это делается не на один год, а это будет в нашем доме. Это будет делать нашу жизнь комфортнее. Поэтому я уже решила, что ну раз сделаю ремонт, значит нужно сделать его достойно, чтобы было максимально комфортно. Потому что ремонт такое дело, иногда временный вариант становится постоянным. У нас такое частенько было. Так что я решила, что лучше изначально сделать все нормально и потом жить с классным ремонтом. И не переживать, что через 5 лет нужно снова что-то делать, менять. Хочется сделать уже сразу. И так, чтобы этого ремонта хватило лет на 10. Ну, по крайней мере, то, что касается именно декоративной части. То есть плитки, какой-то сантехники, а все остальное, то есть теплые полы, стяжки, перегородки, канализационные трубы. Все-все-все-все-все то, что именно такое очень монолитное, очень такое основательное, чтобы это прослужило очень-очень долго. На мне сегодня снова никакой косметики, даже нет никакого тонального средства. Единственное, что бальзам для губ. Кстати, бальзам для губ у меня тоже от моей любимой Yelona London. Он, не знаю, как это работает, но он реально смягчает губы часов на 12. То есть чувствуется постоянно вот эта вот увлажненность. Я знаете, что за собой заметила? Что я именно увлажнению губ придаю очень мало значения. То есть я практически никогда об этом не задумывалась. А это выглядит, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Поэтому я сейчас решила себя каждый раз отдергивать. Если я вижу, что у меня губы сухие, им нужно увлажнение. Сразу брать гигиеничку или какой-нибудь бальзам и губы увлажнять. Погодка сегодня такая потрясающая. Солнышко. Когда солнышко, я всегда в очень хорошем настроении. А это значит, что сегодня будет супер благотворный день. Я уже купила цветочки, вам потом покажу. Купила сладости. Еще кое-что купила в Fixed Price. Но это будет уже отдельное видео. Обязательно сниму как можно быстрее, потому что это новиночки на праздник 8 марта. Поэтому ждите. Скоро это видео будет. Я думаю, через 2-3 дня где-то.